Привет, друзья! Вы на канале Новости Германии. Сегодня в обзоре политический кризис в Германии. После распада коалиции Шольца выборы должны состояться в феврале 25-го года. А пока не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Формально Бундестаг проведет голосование о распуске действующего кабинета Олафа Шольца только в декабре. После распада коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца в Германии должны состояться досрочные парламентские выборы. Немецкие политические партии договорились, что они пройдут 23-го февраля. Политический кризис в Германии начался после того, как из-за многочисленных политических и экономических разногласий канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны и своего партнера по коалиции лидера Свободной Демократической партии СВДП Кристиана Линднера. Официально предлагаемая дата выборов пока не утверждена, однако, как уточняет немецкое агентство DPA, процедура эта довольно формальная и подробно прописанная в законодательстве. Теперь на заседании Бундестага 16 декабря Шольц должен вынести на голосование депутатов вопрос о доверии своему нынешнему кабинету. Согласно всем ожиданиям, голосование «это канцлер» проиграет, и тогда дату новых выборов официально предложат президенту ФРГ Франку Вальтеру Штанмайеру. На то, чтобы ее утвердить и, соответственно, распустить парламент, закон отводит президенту 21 день. Напряжение между партнерами по коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год. Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот предал его доверие и поставил интересы своей партии выше интересов страны. В ответ на это теперь уже бывший глава Минфина обвинил Шольца в том, что тот завел Германию в фазу неопределенности. Первоначально Шольц намеревался провести голосование о доверии правительству в январе, а выборы в середине марта. Однако этот план был отвергнут лидером оппозиционного христианско-демократического союза ХДС Фридрихом Мерцем как недостаточно скорый. Как сообщает DPA, лидеры обеих основных партий Германии предварительно согласовали февральскую дату выборов между собой, а зеленые и свободные демократы, младшие партнеры по коалиции, поддерживают этот план. Но почему же развалилась коалиция? Как недавно объяснял корреспондент BBC в Германии Демиан МакГиннес, трехстороннюю коалицию развалили два принципиально разных видения того, какими мерами необходимо стимулировать слабеющую экономику Германии. Левоцентристские социал-демократы Шольца и зеленые хотят модернизировать инфраструктуру, финансировать переход на экологическую энергетику, а также помогать промышленности и Украине в кредит, используя заемные средства. Но либеральная СВДП Кристиана Линднера, отстаивающая идеи свободного рынка, выступает категорически против новых заимствований, призывая вместо этого снизить налоги, сократить социальные расходы и отсрочить переход к углеродной нейтральности. Политический хаос Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. И оба события вызывают серьезную обеспокоенность Европы относительно экономической стабильности и безопасности. На сегодня у нас все. Подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.